МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Во-первых, это заведующий отделением сочетанной травмы больницы скорой помощи города Ставрополя Артур Апагуни. Здравствуйте, Артур Эдуардович. Во-вторых, его коллега, заведующий хирургическим отделением больницы скорой помощи города Ставрополя Алексей Камерджиев. Здравствуйте, Алексей Валентинович. Я поясню, Алексей прибежал буквально за секунду до эфира, зашел в студию, потому что вы с операцией, правильно? Совершенно верно. Напряженный период перед Новым годом у вас? Как ни странно, вы знаете, люди продолжают болеть, несмотря на праздники. Итак, мы хотели поговорить о праздниках. Какие риски повышаются в это время? Но давайте начнем все-таки с темы травм. Травмы действительно для этого времени года характерны, несут особенности свои. Но жителям города Ставрополя, в целом нашего края, немножко повезло с погодой. В том смысле, что нет снега, нет гололеда. И это немножко упростило работу травматологических пунктов в городах. Но пройдет 2-3 дня, выпадет снег, появится гололед. И мне бы хотелось проговорить сегодня о тех травмах, которые характерны именно в этот сезон. Это переломы лучевой кости в типичном месте. Это дистальное дело предплечья. Очень часто... Лучевая, если правильно понимаете? Лучевая, это вот в зоне ближе к кисти. Человек падает, опирается на руку? Абсолютно правильно, он падает, опирается, происходит характерный хруст. Подвержены этим травмам чаще всего, к сожалению, люди пожилого возраста, у которых хрупкие кости, они могут менее удержаться, когда подскользнувшись в положении стоя. И поэтому получают такие травмы. Еще одно из таких характерных повреждений, это повреждение голеностопного сустава, лодыжечные переломы или повреждения, связанные с ними. Поэтому здесь тоже надо быть очень бдительным, постараться устоять на ногах, удержать равновесие. Какие бы рекомендации практически вы бы дали? Я бы дал, но, во-первых, если человек видит, что перед ним участок гололеда непосыпанного, обойти. Самое простое. Если нет возможности, и человек понимает, что он уже, к сожалению, падает, сгруппироваться и немножко сбить инерцию, энергию, которую он приобретает при падении. Как футболисты, если смотреть, как они падают, и потом еще прокручиваются, чтобы уменьшить эту травму. И не выставлять руки под себя, уже как получится. Но не дай бог, если это все произойдет, всегда готовы оказать помощь в круглосуточном режиме. Ну, я хочу сказать, во время, когда ты уже поскользнулся, мне кажется, здесь уже думать некогда. Организм за тебя все решает, и сам выставляет руки, как считает нужным. Абсолютно. Рефлекторно. Да, совершенно верно. Алексей Валентинович, если говорить все-таки о традиционных для праздника моментах, это застолье, как правило, это переедание, иногда злоупотребление алкоголем. На этом фоне какие заболевания могут обостряться? Вы знаете, Илья, конечно, самая частая бич наших праздников, осложнение – это панкреатит, воспаление острого поджелудочной железы. Человек немножко не рассчитывает свои силы, не готовится заранее, наедается сильно. Бывает, если он еще сопровождает возлияниями свою пищу, и не всегда она такая диетическая, естественно, там это икра, сало, копчености. Это в первую очередь провоцирует болезни поджелудочной железы. Острый панкреатит. Как праздник, как проходит день-два, начинается потом атака, скорая помощь, везут людей с болью. То есть первое число января – это поток вот таких вращений? Много больных же людей, у которых гастриты, эрозии, язвы желудка, 12-першной кишки. Некоторые из них об этом не подозревают. А тем не менее, излишество в еде, тем более спиртном, они сразу сказываются пагубно. Вот так. И они обычно попадают к нам. Вот вы сказали, человек, который к этому не подготовился. А как можно подготовиться? Значит, ну, прежде всего, это, конечно, умеренность в еде. Я понимаю праздники, никто из нас, значит, не монахи, мы, конечно, не постимся. Хотя сейчас и пост. Но, тем не менее, праздник – это праздник традиционный, Новый год. Конечно, вы знаете, ограничения должны быть, ну, разумно весьма. Ну, постарайтесь, конечно, вареное в основном кушать, да, и мясо, и там. Меньше острых, там, пряностей, перца, копчености. Вот самое вкусное вы сейчас из праздничного меню вычеркнули, мне кажется. К сожалению, да. Ну, вы знаете, нет, я не то, что вычеркнули, но, конечно, его просто нужно ограничить. Люди, которые подвержены болям в животе, там, с больными желудками, желчными пузырями, поджелудочными, некоторые из них, они частые наши гости. Бывают некоторые люди лежат по 5-6 раз за год в отделении с панкреатитами, к сожалению. Ну, такие люди, наверное, должны знать уже, что у них? Должны знать. Да, я бы советовал им, конечно, тогда, если очень хочется покушать, ну, выпейте 2 таблеточки мизима за полчаса до еды. Мизим, фистал, панкезинон. Так, вот полезный совет. Да. Ну, и, конечно, старайтесь кушать, растяните новогодний ужин до утра. Не сразу, небольшими порциями, а дозировано, понимаете. Когда организм получает пищу, даже пусть с излишествами, там, острая, копченая, но дробно, это все же не так пагубно сказывается, чем удар этот пищевой по желудку, поджелудочной железе. Ну, и, действительно, перед едой людям, которые страдают, подвержены хроническим гастроэнтерологическим заболеваниям, никогда не повредит 2 таблеточки мизим, фистал, ферменты поджелудочной железы. А вот традиционные наши блюда на новогоднем столе, салаты, заправленные майонезом. Холодец. Холодец, да. Знаете, очень опасно некоторые, ну, свежие салаты, конечно, никому не принесут беды. Все зависит от продуктов. Сейчас же, понимаете, иногда бывает, не соблюдается технологии в полном объеме. Некоторые производители, бывает же такое, к сожалению, что греха таить. Я скажу, самый безопасный салат, это помидоры, огурцы, соль, лук. Да, это безопасный салат, 100%. Без соли и без масла, да? Да. Значит, а вот все, где есть вареная колбаска, майонез, все эти молочные, значит, всякие добавки, все это, если постоит несколько часов, то любой инфекционист поймет. Это может спровоцировать или нашу хирургическую патологию. Мы очень тесно работаем с инфекционистами, потому что есть такое понятие, как гастроэнтероколит. Значит, человек покушал, через несколько часов начинается боли в животе, температура, рвота, понос. Это явление гастроэнтероколита. То есть, еще раз, вот те самые вкусные вчерашние салаты, 1 января, лучше от них отказаться, да? Лучше не кушать. Лучше не рисковать. Больше суток не стоит, да. Мы же что, бывает, едим тоже оливье через 2-3 дня, это уже не допустимо. Но готовили 31 числа тазик, и потом все праздники. Не пропадать же добру, да. И готовить, в общем, нужно тоже небольшими видимо порциями. Я думаю, да. Хотя хозяйкам это, конечно, не понравится. Так, Артур Эдуардович, вернемся к теме травм. Какие травмы характерны именно для праздников? Мы говорили о том, что погода может измениться, а вот сейчас праздники, корпоративы, в принципе, такое веселье достаточно активное. Как чаще всего страдают люди в этом случае? Ну, здесь не так много, к счастью, и зависит все от того, насколько люди веселы и сколько употребляют при этом мероприятии. Но в целом, когда приглашаются на эти мероприятия определенные шоу, в частности шоу мыльных пузырей, очень важно, чтобы там подстилали при проведении этих представлений. Они проводят, эта мыльная среда остается на полу. Раствор, да, скользкий этот? Его вовремя не успевают убрать, высушить, и люди веселятся, не подозревая, что могут уже подскользнуться переобдительность. Вот это да, совет такой организаторам, чтобы избежать каких-то неприятных последствий для гостей. Да, все правильно. И когда это все будет предусмотрено, я думаю, что веселье будет запоминающимся на долгое время. Еще хотелось бы остановиться на таких мероприятиях, как посещение катков. Их в нашем крае достаточно, стоит приветствовать, но хочется добавить, чтобы люди не забывали и учились с инструкторами, как держаться на коньках, на льду. Четко все, перед тем, как зайти на лед, полный пройти инструктаж. Те, кто или ранее катался на коньках, либо с инструктором, который может научить и правильно поставить коньки этому человеку. И еще момент, это наши лыжники, которые поедут сейчас на курорты горнолыжные. Снег вроде бы позволяет это сделать в горах. Хочется то же самое. Сначала 7 раз отмерь, потом 1 раз отрежь. Потому что очень часто падение характерной травмы, это повреждение начиная от коленного сустава и ниже, мы говорим, дисталия, это голень, голеностопный сустав, повреждение плечевой кости, капсульно-связочного аппарата, суставов различных. Поэтому надо быть очень беденными. И не забывать, что есть специальные защитные средства. Снаряжение, да, спортивное. Но вообще, насколько я знаю, первое, чему обучают инструкторы, когда ставят людей на коньки или на лыжи, правильно падать. По крайней мере, я вот несколько раз наблюдал, и это очень важная техника. Вот мне еще интересно, все девушки хотят быть с ног шибательными на корпоративных праздниках, на каких-то семейных торжествах и надевают невероятные высоты каблуки. Вот эта обувь является ли каким-то фактором, повышающим риск получения травмы? Конечно же, да. Мы как травматологи-ортопеды выступаем не сторонниками длительного ношения такой обуви. Вообще мы не сторонники этой обуви. Но сегодня надо понимать, что нас никто сильно не воспринимает с точки зрения, сказали и сказали, но тем не менее мы должны всегда об этом предупреждать. Ну, такую обувь можно носить, но не более двух часов. И злоупотреблять ношением на высоком каблуке зауженной обуви нельзя. Особенно лицам, которых есть определенные наследственные факторы получения такого заболевания в наследство, как вальгусное отклонение первого пальца, халюкс вальгус. Оно широко известно лицам женского пола. Это палец большой, когда отклоняется в сторону, к наружу. И вот потом заходит один палец на другой, второй на первый. Это если узкая обувь? Они называют еще косточки. Вот у меня косточки есть. Вот такой термин в простонародье. Он понимаем для всех. И вот эта модельная обувь приводит к этому. Потому у мужчин гораздо меньше. В процентном соотношении где-то получается. Ну, соотношение 1 к 10. У одного мужчины, у 10 женщин вот такие факторы. Поэтому надо быть предельно внимательным к тому, как мы одеваемся, что мы носим и как долго. Как сменную обувь использовать, да. Но выходить и весь день проводить на работе такой обуви, это никуда не годится. Девушки, я хочу обратиться к вам. Сейчас очень демократичная мода. Можно выбрать стильные кроссовки и прекрасно будете выглядеть. И главное, вам будет удобно и безопасно. Повышается ли количество травмированных в празднике традиционно? Ждете наплыва? К сожалению, да. Мы ждем специфических, к сожалению, травм. Мы готовы. Готовы наши коллеги. В новогоднюю ночь начнутся использование фейерверков, взрыв пакетов и так далее. Которые для нас всегда доставляют определенные сложности при лечении. Поэтому сегодня, если возможно, этому немножко уделить несколько слов. Обязательно нужно, если вы уже решили, что в вашей семье это необходимо использование, пользоваться инструкцией, согласно тому, как прописано. Приобретать там, где есть определенные лицензированные, сертифицированные продукты. Чтобы этот продукт сам был сертифицирован на территории Российской Федерации. Ну и не подпускать к этому детей. Не экспериментировать, как оно взорвется, если ему придать определенные условия. Допустим, в закрытом помещении, не дай бог. Если там в холодильник, еще в какие-нибудь микроволновые печи. То есть люди экспериментируют. Микроволновку кладут в пиротехнику? Кладут, да. Будут фантазия. Какими травмами опасны пиротехнические изделия? Они очень разнообразны, но они сопровождаются всегда ожогом. Там невероятная тепловая энергия, которая приводит к ожогам. Если это в руках, то это и повреждение, отрыв фаланг пальцев кисти. Это рваные раны на ладонной поверхности кисти. Это могут быть также и, если к себе повернут взрыв в пакет или взрывное устройство. Это голова, это глаза и так далее. Могут в спину кто-то, кто этим пытается заниматься, попасть к другому человеку, который даже и в стороне стоит. Из-за неправильного использования. Да. И вообще печально, когда рядом присутствуют дети не на безопасном расстоянии. Вы знаете, это очень правильно, что мы заговорили на тему выбора использования пиротехники. У нас есть небольшой видеоматериал как раз с советами специалистов, как правильно выбрать и как безопасно использовать. Давайте посмотрим этот сюжет, а потом вернемся к беседе. Покупая фейерверк, начните с выбора самого магазина. По правилам, продавать пиротехнические изделия можно только в специализированных торговых точках. Это должно быть либо отдельно стоящее здание, либо витрина в торговом центре. Обязательное условие. Товар не должен быть прямо доступен покупателю. В целях безопасности. В этом году в крае выявлен всего один факт нарушения этого правила. В Ставрополе. Пиротехническая продукция продавалась как бы с прямым доступом, что запрещено действующим законодательством. То есть любой покупатель мог подойти и с витрины прям, скажем так, взять, посмотреть, ну и соответственно использовать эту продукцию. Данный факт был пресечен. В составе административный материал. Изъятая продукция направлена вместе с материалом в суд для принятия решения. Второе правило. Обращайте внимание на упаковку. Она не должна быть повреждена. Если товар вызывает сомнения, вы можете запросить у продавца сертификат. На каждое изделие выдается официальный документ. Данный фейерверк в срок годности с 19 по 22 год. Ну и месяц указан, 0,9 месяц. Все печати должны быть оригинальные. Опять же мы смотрим по наименованию. На каждом салюте должна быть инструкция по применению, как правильно пользоваться. А еще пиротехнику нельзя продавать детям и подросткам. Ответственность за это несет продавец. Если ваш возраст не очевиден, захватите с собой паспорт. Продажа данной продукции лицам не до сих пор 16 лет запрещена. При использовании, конечно, нежелательно, чтобы это делали дети. Либо под тщательным присмотром взрослых. И самое важное. Запускать фейерверк нужно максимально осторожно, строго следуя инструкции, чтобы встретить Новый год не только красиво, но еще и без происшествий. Один из самых безопасных видов пиротехнических изделий – это петарда. А конкретно эта разновидность никогда не взорвется у вас в руках, поскольку детонирует от удара. Все, что нужно, это просто бросить ее на землю. Илья Захаров, Олег Байкулов, Ставропольское телевидение. Соблюдайте эти простые правила, и тогда ваш Новый год будет не только красочным, но еще и безопасным, что, согласитесь, гораздо важнее. Я напоминаю, что сегодня мы обсуждаем с врачами, как избежать тяжелых последствий, да и любых неприятных последствий для здоровья, отмечая новогодние праздники. И все-таки еще раз о травмах я хочу спросить. Если все-таки травма получена, переломли, вывих, ожог, зачастую человек не может сам диагностировать, просто боль, какие-то симптомы первые. Нужно ли оказывать первую помощь, или нужно максимально быстро доставить человека в травмпункт? Как правильно? Алгоритм очень прост. Необходимо, первое, если это уже произошло, случилось с вашими близкими, знакомыми, или вы стали свидетелем, но вы не знаете определенных медицинских, у вас нет навыков, необходимо вызвать скорую помощь. А до приезда скорой помощи, ну, во-первых, ликвидировать очаг того, что произошло, смотря что с человеком какая беда случилась. Ну, если речь вести, допустим, о пиротехнике, то есть потушить вода, обычная проточная вода, под кран, чтобы источник возгорания был ликвидирован, и под проточной водой промыть рану, и наложить... Место ожога холодной водой. Место ожога и место раны. То есть там он рядом находится, это вот эпицентр, вокруг этой раны обожженные края, вот они видны, черного цвета, с участками определенного некроза на данный момент, и наложить любую повязку, асептическую, иногда есть какие-то пакеты стерильные, если их нет, просто вот приложить, если нет кровотечения. Если же есть кровотечение, прижать вот этой салфеткой, тряпочкой с полотенцем чистым, это место до приезда, чтобы уменьшить кровотечение. Если же это уже артериальная речь, идем о кровотечении, то здесь определенный навык нужен, накладывание жгута, либо импровизированного жгута, это может быть ремень и так далее, но это определенная должна быть навык. Уже надо знать, да, где и как это наложить. Или пальцевое прижатие, это может быть, что немаловажно. Ну, я не думаю, что это все бывает гораздо проще, все эти травмы, но это надо знать. А что касается ушибов, падений, переломов? Здесь приложить обязательно холод, холод, вот, обездвижить. При ушибах, прям, такой жесткой фиксации необходимости нет. Главное, покой и холод. А вот при переломах, если услышали хруст или крепитацию, подвижность, там, где она не должна быть в проекции определенных костей, фиксируется, не меняя положение, вот как есть, с деформацией, любыми средствами... На место ставить самостоятельно не надо? Нет, нет, нет. Ни в коем случае этого делать не надо, потому что могут быть повреждены другие образования, сосудистонервные, в том числе. Прификсировать, это может быть доска, это может быть палка, это может быть импровизированная какая-то металлическая труба из алюминия и так далее. И прификсировать к этой конечности. В конце концов, если речь идет, к примеру, о верхней конечности, ее можно прификсировать к туловищу, просто, обычными бинтами. Если это одна из нижних конечностей, одну к другой. Подфиксировать. Алексей Валентинович, какие симптомы должны насторожить человека? Мы с вами говорим о каких-то нарушениях работы желудочно-кишечного тракта. Ну, прежде всего, если у вас заболел живот, и он не проходит полчаса и более, надо немедленно вызвать скорую помощь, конечно. Если рвота не раз, и что полегчало, или повторяется, многократная рвота, конечности, температура у вас, не надо ждать, не надо принимать самостоятельно какие-нибудь таблетки, ну, разве что спазмолитики, там, ножку, дротарин, и, как я говорил, еще мизинфистал, это безобидные лекарства, которые не мешают врачам, не отражаются на дальнейшем последствии. Жидкий стул, конечно, тоже часто, если многократный, раз еще, это куда не шло. Если понос продолжается, надо вызывать врача. Особенно у маленьких деток, поверьте, у них 3-4 жидких стула, они обезвоживаются, рвота тоже. Ребенок, если полдня рвал и поносил, он становится взрослый, это еще перенесет, он может и 2, и 3 дня. А ребенок истощается, да, конечно, это должно у детей особенно, это должно настораживать, да. Ну, и, конечно, как я сказал, уже боль. Если боль не проходит, если боль серьезная, врачи, все поликлиники работают, несмотря на выходные. И мы всегда работаем и дежурим. И я, и Артур Эдуардович. Вот, кстати, это финальный мой был вопрос, заготовленный. Как врачи сами встречают Новый год? Неужели все время на работе? Вы знаете, у нас всегда, и у Артура Эдуардовича, и у нас, мы работаем вместе, очень часто вместе и оперируем. Хотя не всегда нам это нравится, понимаете, потому что тяжелые обычно случаи, когда мы туда подключаемся. Вот, ну, всегда есть 3-4 дежурных врача, и у него, и у меня. Травматолог у него, нейрохирург, общий хирург, и у нас тоже всегда есть 3-4, ну, 2-3 хирурга всегда есть. Вот, и все больницы города перекрыты. В любой день, что бы с вами ни случилось, хоть по части травматологии, хоть по части хирургии, вас всегда посмотрят, это все предусмотрено. Ну, а если нет какого-то экстренного случая, вот новогодняя ночь в больнице, врач, медсестра имеют право отметить в 12 часов, или вот все только после дежурства? Не имеют права, я думаю, да, Артура? Они могут выпить газированные напитки безалкогольные, торт кушать, компоты, съесть торт, чай, вот так встретить новый год. И вернуться к работе. Да, все остальное после работы. Ясно. Спасибо большое за интересную беседу. Я вас поздравляю с наступающим Новым годом, и желаю, чтобы поменьше было вот тех случаев, о которых мы сегодня говорили в программе. Спасибо. Спасибо. Это была программа «Прямой эфир». Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на своем. Редактор субтитров А.Семкин